Симфония Симфония Проект этот реализуется в стенах Красноярской краевой филармонии благодаря федеральной целевой программе «Культура России». Так вот, в рамках нашего проекта свои сочинения на экспертизу представили 25 композиторов из Новосибирска, Читы, Москвы, Иркутска, Санкт-Петербурга, Красноярска и других городов. И сегодня вы, дорогие наши слушатели, станете первыми, кто услышит произведения победителей, лауреатов нашего конкурса. Сегодня в нашем зале настоящий вечер премьер, и мы надеемся, он доставит вам массу ярких эмоций. Симфония Симфония Инициатором стали мы в филармонии, ну и Министерство культуры нас, слава богу, поддержало. Симфония Поддержало Министерство культуры России на федеральном уровне. Это означает, что они тоже знают нужды композиторов. Это очень здорово. И то, что эта лаборатория сейчас состоялась именно у нас, и нигде в мире такого пока что нет аналога. Прошло с большим успехом. Я абсолютно уверен, что это композиторам необходимо. И слишком долго композиторы были отделены непреодолимой стеной от слушателя. Так что мы помогаем композиторам эту стену преодолеть и выйти непосредственно к публике. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На самом деле сейчас у молодого композитора, в общем, когда он выходит из консерватории, у него практики подобной фактически нет. Это только дипломная работа и все, что он слышит. И, в общем-то, конечно, услышать свою вещь в оркестре – это дело дорогостоящее и сложное. И тут такая возможность появилась. Появилась возможность некой объективной оценки, возможность посмотреть и почувствовать, так сказать, реакцию публики на свою музыку, что тоже очень важно. Поэтому я считаю, что это замечательный проект, его обязательно нужно продолжать, потому что это действительно движение вперед. Оркестр получает новый репертуар, потому что если какие-то вещи действительно очень понравятся и будут востребованы публику, я думаю, что они могут быть исполнены еще раз. А для молодого композитора это дорога в большое будущее. А для нас развитие, я полагаю, развитие нашей культуры отечественной и развитие современной музыки. А для нас развитие современной музыки. А для нас развитие современной музыки. А для нас развитие современной музыки. Девушки отдыхают Представьте себе, 1997 год. Экспедиция во главе с антропологом Ларсом Хавксердом отправляется на поиски скрытого плотной беруанской сельвы, таинственного и мифического, загадочного, я бы даже сказал, города Пайтити, о котором практически ничего не известно до наших дней. И, собственно, произведение называется «В поисках золотого города саундтрек к несуществующему фильму». А дорисуйте, пожалуйста, картинку, что произошло с этими людьми. Может быть, они попали в какую-то загадочную петлю времени? Или они просто исчезли в некое иную измерение? Дорисуйте сами, пожалуйста, дорогие слушатели. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok